Субтитры делал DimaTorzok Итак, дорогие друзья, здравствуйте! И сегодня я как всегда рад, что я могу вам представить этот замечательный автомобиль из элитного немецкого спортивного клуба RS. Ну, туда еще сходят два участника МГ и М. Но сегодня я немножко сонный, так как... Ну, какой еще автомобиль может заставить вас встать в 6 часов утра и просто поехать на другую сторону Волги? Кстати, мы сейчас на Заволжье стоим, сейчас ранее-ранее утро, никого нет, еще город спит. Вот. Ну, какой автомобиль... И я уже хапнул с утра адреналином, понимаете? Какой еще автомобиль заставит вас встать в 6 утра, почти выходной день, почти. Вот. И просто поехать и получить кайф от управления автомобилем. Причем не как-то нарушая, да, не играя в шашки. Просто поехать и получить кайф. Это... Не, если честно, уже, конечно, проехал я и в этой ситуации еще немножко сонный. Но уже хапнул с утра адреналина. Естественно, у нас сегодня на тесте замечательный Audi RS4. И, как говорю, входит в элиту немецких спортивных автомобилей. То есть, естественно, основные его конкуренты это BMW M3, которая у нас была. Mercedes C63 AMG, да, в принципе. И давайте посмотрим, начнем внешне. Здесь у нас машина стоит 3 миллиона 800. Машина здесь новая. 12-го года, 13-го. И, ну, что могу сказать. Внешне, конечно, автомобиль, знаете, он как-то... Он смотрится, как вроде как спортивный и не пошло. Что такое пошло? Пошло, это когда все понимают, что у вас спортивный автомобиль. И все там кидаются фоткать его на телефон и туда-сюда. А вроде как-то не пошло и с тонкой такой немецкой подчеркнутостью граней, линией. Вот обратите внимание, вроде бы обычный А4, да. И только невооруженный глаз. Кстати, насчет невооруженного глаза. У меня друг рассказывал. Он машину стоял около кафе. Около одного. И он едет. Он своей девушке орет. Смотри, РС-4, какая тачка. На него смотрит. Что ты горешь? Ну да, красиво. Машина обычная, универсал на больших колесах. И действительно, внешне, глаз не наметанный какой-то, да, такой, не подготовленный. Ничего внешне не может, как бы, для себя подчеркнуть, кроме как больших колес. А так А4 универсал обычный. Но, если мы посмотрим немножко глубже и детально, то сразу кидаются, во-первых, глаза, естественно, эти замечательные значки РС-4. Во-вторых, бампер с прорезями для охлаждения тормозов. Естественно, здесь нет интеркулеров, потому что атмосферный мотор. Тормоза сразу же у нас скидаются в глаза с надписью РС. Тормоза здесь есть двух видов. Есть металлокерамика, а есть вот обычные тормоза, как здесь, то есть ромашковидной формы. Сделано для того, чтобы их, как бы, вот эти вот нарезки, чтобы их облегчить. Ну, естественно, они вентилируемые, перфорированные. Нестандартное очень такое решение. По-моему, ни на нос порткаре вот такого формы я не видел. Но тормаживаются они, конечно, идеально. Все сделано для того, чтобы облегчить саму конструкцию, даже вот эти вот насечки. Тормоза действительно здесь огромные. То есть, посмотрите, какие суппорта. Они просто огромные. И вот, если мы отсюда посмотрим... Прекрасно видно расширенное, то есть, крылья, да, такой знак немецкого спортивного автомобилестроения. Вот. Если мы посмотрим сбоку, да, то видно прекрасно достаточно большая колесная база. Вот. Естественно, у этой РС-4 колея сама по ширине намного больше, чем у стандартного. Именно того же самого универсала А4, да, то, что ее отличает. Хотя внешне это не бросается в глаза. И обратите внимание, что машина не тонированная. Но за счет такой узкой оконной линии, тонировка даже здесь не нужна, да. Она смотрится очень гармонично. Обычно даже немцы как бы задние и багажник тонируют. Но, естественно, тонировка здесь не нужна. Даже без тонировки машина смотрится замечательно за счет задних колес. И машина сама по себе низкая. Верхний аэродинамический поток у нас координирует именно спойлер, не антикрыло, которое добавляет прижимную силу, а именно координирует. То есть плавно его направляет вниз. Нижний именно аэродинамический поток, это диффузор, это не какая-то там, ну, какая-то такая нашлепка, да. Это действительно действующий диффузор. И выхлопная система, которая, вот, именно диффузор нижний, он, нижний поток аэродинамический, он направляет именно вниз и как бы сглаживает. Вот. Ну, вообще, внешне действительно машина смотрится неприметно с одной стороны, то есть для большинства людей. И для тех, кто понимает, естественно, подчеркивают, ну, вот, его спортивность. А так, внешне у нас, конечно, на самом деле в России универсалы нифига не ценят. Это в Европе и все остальное. Обратите внимание, какая у нее площадь аэродинамическая. То есть, если седан хэтчбэк у нас кончается, где-то вот здесь вот. Здесь, с точки зрения аэродинамики и устойчивости на больших скоростях универсалов намного выше устойчивость, так как у нее вот эта опорная аэродинамическая поверхность намного выше. И поэтому прямые, на огромных скоростях, ну, это классические автобаны, он проходит просто идеально с этой точки. Ну, и, конечно же, багажник, там, сиденье, но это я вам покажу. Давайте теперь кратко катнем, катнем, да, катнем, да, давайте катнем назад в историю. У нас всегда были три крутые тачки, Mercedes, BMW, Audi. Они всю жизнь, всю историю соревновались. Что они делали? Они брали вот такие, как называют, волки в овечьей шкуре, особенно первые E36, первые C-шки, AMG, первые R. И они были построены на базе обычных автомобилей. Их всего лишь, ну, характерная их особенность, у РС. Вообще, у них всегда у С и у РС расширенные крылья и такая заниженная подвеска, и все. Никаких там обвесов, спойлеров каких-то не было. То же самое у них. Всегда были атмосферные моторы, и у них было всегда соревнование. Что отличало РС? То есть, какие у них были преимущества перед М и AMG? Конечно же, полный привод и мощнейшие турбомоторы. Вспомните РС-2 с рядной пятеркой, да? Которые шли вот целиком в пять в ряд с турбонаддувом. И, конечно же, полный привод Кваттера, который делал их недосягаемыми в спринтах для М и AMG моделей. Безусловно, даже были С-4, вот эти сотки, да? Селедки так называемые, которые с обычным мотором 240 лошадей уезжали там с места от 330 там сильных эмок, да? Ну, потом, конечно, они догоняли, но дело не в этом. Всегда было основное преимущество Кваттера именно полный привод. Как бы он и быстрее на выходе из поворота, он и быстрее, как бы, ну, вообще практичный, да? Даже в зимних условиях и все остальное. Но на самом деле это было их достоинство и немножко, как бы, проблема. Потому что полный привод это достаточно тяжелая раздатка Кваттера. То есть, они совмещали все наперед. И мощные V-образные восьмерки, тогда они были тяжелые. И саму раздатку. То есть, у них вся часть была спереди, то есть, спереди автомобиля. И предыдущие там S, RS модели всегда славились тем, что они... Ну, если проще говорить, они хуже проходили повороты. Они были быстрее в спринтах, но хуже проходили повороты. То есть, основная часть у них приходилась на переднюю часть. Основной вес у них приходился на переднюю часть. И таким образом, M-ки с идеальной развесовкой, да, иногда по характеру были более, ну, как бы, правильно проходили повороты, чем... Ну, кому-то, кстати, это нравится, а кому-то нет. И даже если вы посмотрите видео, S-ки и RS модели, вот именно мощные, они действительно проходят наружу. И поэтому, чтобы их закинуть, например, в поворот быстрее, особенно в зимний поворот, надо было входить на ручники. Но в этой... но в этом именно... в этом автомобиле они немножко поменяли концепцию. Во-первых, у нас, значит, стоит здесь мощный атмосферный мотор. Что я могу сказать мощный? Мотор этот крутится до 8250 оборотов. Данный мотор крутится так же, как дроссельной V8 от BMW M3, ну, который был. Вот. Что удивительно, это уже, как бы, ну, недавно совершенно они пришли на атмосферные моторы. Для чего? Ну, кайфа больше. Действительно, крутильное V8 сделать очень сложно. И нужно достаточно серьезные технологии, это опыт инженеров. И действительно, крутильное V8 могут сделать на данный момент только два бренда. Ну, то есть из немецкой тройки. Вот. Мерседес крутится всего до 7000. Естественно, там больше объем и поршни больше, но реально крутится только M. И вот новые моторы от Audi 4.2, FSI. Ну, M-то крутится, но за счет чего? У нас стоит индивидуальный дроссель на каждый цилиндр. Здесь система немножко иная. Во-первых, вы прекрасно видели, что это огромный мотор, который они вместили сюда прям впритык. Здесь даже нет аккумулятора. Вы обратите внимание, здесь нет аккумулятора. Он просто огромен, просто реально V8, но он очень легкий. Поршня сделана на заказ. Клинвал, шатуны, все сделано на заказ из облегченных сплавов. Далее. В V8, FSI. У вас будет вопрос, каким образом заставить V8 крутиться так же, как дроссельной BMW. Здесь впуск обычный. Как обычный дроссельной BMW. На самом деле, достаточно... Ну, не просто, но... Во-первых, здесь стоит непосредственный впрыск топлива, что позволяет быстро охлаждать топливо в цилиндрах. И здесь достигнута рекордная степень сжатия для V8. 12,5. Ну, 12,5, я могу сказать, что это круто. Это как у Феррали. Во-вторых, скорость хождения поршня вот в этом конкретном моторе 25 метров в секунду. Такой молчок. Ни о чем, да, цифры? Ничего не говорят. А если я скажу, что они-то ходят, поршни с такой же скоростью, как двигатели к Формулу-1. Да, здесь больше ход самого поршня. То есть, 93 миллиметра против 44 у Формулы-1. Но, тем не менее, скорость такая же, достижимая. Вы обратите внимание, просто... Сейчас я вам заведу, вот просто я заведу. Послушайте звук, как он крутится. Давай ты прям общим кадром сюда подойди. Это, я вам могу сказать, это действительно очень и очень для такого V8, это очень круто. Заставить так крутиться мотор, ну, это практически не каждому дано. Далее. Так, мы пришли к тому выводу, что у нас здесь высокая степень сжатия. И поршни ходят достаточно высоко. То есть, быстро и молниеносно. Почему не турбо? Ну, вообще, до этого были на предыдущих старых RS-моделях именно V-образный 6-цилиндровый мотор с двумя турбинами. Но он был тяжелый. Вот. Поэтому, как бы, и две турбины, это все весело. Поэтому они сделали мотор V8, который весит меньше, чем V-образный битурбовый двигатель, который ставили раньше на старые RS-модели. Вот. Поэтому, с точки зрения крутильности, в принципе, этот мотор вообще не уступает BMW. А лошадей здесь больше. Далее. Что касается мотора, мы поняли. Это мощный, атмосферный 450-сильный V8. Здесь стоит, естественно, постоянный полный привод с активным спортивным дифференциалом, который в экстремальных ситуациях подкручивает наружное колесо в повороте. О чем это говорит? И распределение 60 на 40. То есть назад у нас передается 60% в 40. О том, что немцы, и давайте отсюда посмотрим, немцы стараются сдвинуть мотор, то есть инженеры из Ингельштадта, по-моему, да? Мотор и коробку туда немножко, в ту сторону. И у нас достаточно длинный капот уже, типа, конструкция сама меняется. И они пытаются центр тяжести сместить туда и заставить ее проезжать повороты, как классический спортивный автомобиль с заднеприводным акцентом. То есть здесь все на этом. Но при этом не теряя достоинства полного привода. То есть в случае чего у нас передок обязательно не подключится, то есть довернет. Он всегда у нас крутится. Поэтому с точки зрения конструкции этот автомобиль, в принципе, немцы пытались все идеальные для суперкаров, именно, ну, не суперкаров, для спортивных автомобилей, так скажем, гран-туризма, совместить в этом автомобиле. То есть полный привод, заднеприводную управляемость, то есть развесовка даже здесь будет, правильнее сказать. И мощный атмосферный V8. Что нам нужно для этого еще, для того, чтобы сделать идеальный спортивный автомобиль? И все-таки рвать М3. У них же задача, у них у всех, они же все же соревнуются. А эти М соревнуются с РС, а МГ соревнуются с РС, да? Все РС с АМГ. То есть у них вообще там такая борьба действительно серьезная. Далее, значит, нам нужно действительно быстрые переключения. И понятно, что механика не сравнится по скорости с мощным роботом. Здесь стоит молниеносный семиступенчатый робот. Роботизированная коробка передач. Астроник. Как он работает? Когда вы едете на второй, первое сцепление уже держит на готове следующую передачу. И поэтому, когда вы включаете, второе сцепление моментально закидывается, и у вас ощущение молниеносного переключения. Но действительно оно и так и есть. Поэтому здесь они поставили робот с двумя сцеплениями. Это, естественно, ни в коем случае не те DSG, которые ставят на Volkswagen, да? Которые там... Не буду, ладно, потом надо отдельно снять. Ладно, все. Давай теперь посмотрим салон. Итак. Ну, естественно, не забыли про салон. Здесь действительно стоит качественная акустика. Бэнк и Нолсон. То есть, все, в принципе... Сидение RS 4, обратите внимание. Видите, здесь такая строчка. Здесь логотип, так скажем, да? Боковая поддержка. У нас регулируется по высоте спинки. Ой, спинки, говорю, нижняя подушка. Вот, поэтому... Но с точки зрения посадки, конечно, они идеальны. То есть, им можно отрегулировать. И самое главное, здесь не скрепить подлокотник. Вы понимаете, здесь не скрепить подлокотник. Уже совсем все по-другому. Дело не в этом. Так, вот садимся, когда в салон, в принципе, внешне. Ну, по теории это А4. Нам настолько отличают, естественно, вот этот классический руль. То есть, таким, с подрезанным нижним оботом. И рычаг RS. Так, посадка. Ну, мне кажется, ну, слушай, тут все так классно. Ну, не чувствуешь себя как в спорткаре. В таком комфортном седане. Ну, универсальном данном, в нашем случае. Все под рукой. Ящички. То есть, подлокотник, он регулируется. То есть, мы можем его в некоторых там положениях отрегулировать под себя. Все достаточно здесь комфортно и удобно. Давайте я попробую сяду. Так, вот как бы я сел в идеале. Ну, вот так, наверное. Так бы отрегулирую. Ну, вот так бы я поехал. Вот. Попробую сесть сам за собой сейчас. Оп. Ну, я уже чувствую, что не помещусь сюда. Ну, вот впритык. Ну, так, даже вот в отверстие, да, ну, вот так вот нам надо будет сесть. Но некомфортно мне за собой здесь. Ну, по крайней мере, если у вас рост метр девяносто два. Метр девяносто два. И сами с собой вы здесь не разместитесь. Потому что вот я здесь коленкой... Ну, конечно, можно ехать по теории, да. Но места хотелось бы чуть побольше. На заднем сидении. Ну, подлокотник, естественно. Подогрев задних сидений. Индивидуальные, как бы, топители. Вот. Поэтому здесь так-то все... Хорошо сделано, конечно, но места маловато. Давайте посмотрим... Ну, багажник же. Ну, все же у нас в России. Ну, с ума же сходят у багажника. Ну, как же вот на тест-драйве RS4 не показать багажник? Ну, я даже не знаю, что случится. Ну, это же у нас... Давайте откроем багажник. То есть, ручка. К сожалению, нет электропривода. Достаточно высоко у нас открывается он. Так, вот мы открыли. Обратите внимание. Запчасти от корча. От ВАЗ-2012. 128-й ресивер. Генератор. ДомРВ. Фильтр. Ну, это уже старая конфигурация. Вот. В отличие от Q7, здесь вот есть такие регуляторы, чтобы можно было... Как бы вот это вроде бы весь хлам лежит. И вот так мы зажимаем, и он никуда не болтается. Здесь вот это вот удобно. И мы можем, как бы, полки двигать. Снизу у нас, к сожалению, нет запаски. Есть только комплект для ремонта. То есть, баллон, который... То есть, компрессор, который накачает вам колесо. И герметик, чтобы доехать до ближайшего сервиса. А так, вот знаете, вот удобно вот так сидеть. Мне вот нравится здесь вот так сел, на покатушках, да, там. Ну, чего, кого там надрать. То есть, ну, удобно, действительно. И если мы, например, нам холодно, если мы включим обогрев полностью туда, и вот здесь у нас будет тепло в машине. Вот я же при минус трех я вот сидел, и здесь обдув теплым воздухом. Так что вот это идеальная такая скамейка получается. Закрываем. Так. Ну, давайте кнопочки, наверное, посмотрим. Все же рассказали. Да, сейчас что, про техническую часть ты сказал. Заднюю часть ты сказал. А, я вам сейчас расскажу прикол. Здесь очень интересная система выхлопа. Если вот сейчас получится это вам показать... А, вот. Блин, видно, нет вот этого вот дросселя. Так, сзади. Да. Обратите внимание на перемычку. То есть, вы вот на нее смотрите. Сейчас я пойду и включу... Дай-ка я микрофон сниму. И включу. Здесь стоит примычка, то есть, которая регулирует звук. Таким образом, то есть, если мы им спокойно вручим, как бы, типа такой дроссель, он перекрывает, грубо говоря, спортивную настроенную часть глушителя. Вот. А если мы едем именно в этом, как бы, в спортивном режиме, то он открывает, и у нас полноценный звук получается. Давайте теперь кнопочки посмотрим. Давайте, смотрите, вот садимся и заводим машину. Ну, автомобиль. Ну, естественно, без ключа. Ключ у меня. Ключ у меня. Вот. Выключим музыку. Опять же. Вот, смотрите, может быть, звук здесь будет, понятно. Ну, далее тема еще же. Вот в комфорте вот мы. Вот в комфорт. И сейчас мы перейдем в динамик, то есть, звук должен в машине поменяться. Вот, послушайте внимательно. Чувствуете, бас появился? Чувствуете такое, да? В комфорт опять его убрали. Вот мы... На комфорте газуем? Вот на динамике. Блин, ну, смотрите, он как раскручивается. Это же... Это же вообще убийца. Ладно, давайте посмотрим реальный салон, в комфорт переведем. Так, здесь у нас, естественно, регулируемая баранка. Четыре стеклоподъемника. Сзади. Кресло. Ну, регулируется, значит. С точки зрения руля, роль идеален, конечно. Он маленький, компактный. То есть, ну, классическое меню Audi. Здесь регулируется... Классический экран Audi. RS4 значки. Тахометр. Обратите внимание, отсечка 8250 у автомобиля. То есть, до этого он крутится. Температура. Ну, уровень спидометра до 320. На самом деле, здесь, по-моему, 250 ограничений. За... Еще доплатив, вам могут сделать ограничение 208. Далее. Значит, центральная ММА. То есть, ну, в принципе, такое же, как у Кусин. Только здесь, на данный момент, именно здесь нет регулируемой подвески. То есть, есть опция. А здесь нет. Ну, комфорт, комфорт. Если, естественно, у вас машина городская. Авто. Это от скорости в зависимости. Индивидуал. То есть, вы можете зайти в настройки. Вот в сет индивидуал. Мы сразу заходим. И можно отрегулировать. То есть, двигатель рулевого управления. Авто комфорт, динамик. Вот. Динамическое рулевое управление. Авто динамик. Комфорт, естественно. Это все зависит от того, как работает педаль газа. То есть, как работает робот. Спортивный дифференциал, опять же. Динамик, авто комфорт. Можно здесь выставить достаточно по-своему. Но что мне нравится в RS. Вот в отличие от M3. Но здесь такой же, как даже в M5 E39. Легкий руль. Кому-то это нравится, кому-то нет. Но здесь очень легкий руль, даже в пределе. Мне это очень нравится. Вот у меня друг, он мастер по автоспорту. Правда. А я всего лишь кандидат. Ну, ему вот нравятся тяжелые рульи. Но мне очень легкие нравятся. Потому что там много же у нас чего интересного сделать. То есть, у него более четкая такая манера езды. А у меня не стандартная манера езды. Вот мне нравятся очень легкие рульи. Но здесь можно и легкие сделать, и тяжелые. Ну, естественно, робот. Ну, климат-контроль без изменения. То есть, у нас вот режимов несколько D. Сам по себе D. Спорт. Есть режим. С1. То есть, и есть ручное. Переключение. Как с лепестков, плюс-минус. Вот здесь вот так. И можно с ручки. Но лучше с лепестков. Самый кайф я получаю на лепестках, когда еду. То есть, мы можем пониженную шлепнуть передачу. С подгазовкой. То есть, здесь все прям очень хорошо. Ну, а с точки зрения карбоновой вставки, конечно, салон не блещет изыском, ну, то есть, ну, оно не поражает какое-то, да, там, оброжает. Просто хорошо, все собрано. Все, пластмасски подогнаны, вставки под карбон, хром, все. То есть, ну, естественно, как на Audi, нет USB-входа, длиния флешки, ну, ничего. Вот. А так, двойной климат-контроль. О, почему-то жарко. Подогрев сидений, все. Ну, что, поехали. Итак, значит, вот раннее утро. Мы на данный момент едем в спокойном режиме. То есть, автомат у нас очень, как бы, звук выхлопа в нормальном. На данный момент в нормальном режиме. Получается, что у нас заслонка не перекрыта. И абсолютно не слышно шума двигателя в автомобиле. Достаточно комфортно. Автомат всегда, то есть, робот держит всегда обороты в такой лояльной зоне. То есть, две, две с половиной, три. То есть, вот так вот спокойненько. Не подтыкает вниз передачу. Кстати, мы будем проезжать нашу гидроэлектростанцию ГЭС. То есть, и все это снимаем ранним утром, чтобы было как можно меньше автомобилей на дороге, да. Вот, поэтому в этой ситуации, как бы, машина ведет себя, как обычный автомобиль. Без всяких каких-то, там, подрыкиваний, гулов. То есть, да. Обычно, когда мы, проблема всех, там, глушителей, прямоточных, выпуска в том, что по трассе, когда едешь долго, да, вот этот гул, вой, он всегда, сначала он кажется не очень громким, да, а потом он начинает досаждать. Вот. А здесь, как бы, все так, с этой точки зрения, интересно очень. Вообще, как будто мы едем в обычный А4, и, как бы, руль, реакция на руль чуть более плавная. Он становится такой потяжелее. Ну, обычный руль на А4, то есть, на любом другом премиуме. Ну, плохие дороги, чувствуется, да, что все-таки за профиль шин автомобили чувствуют его. Но подвеска, как я уже говорил, она не зубодробильно-спортивная. Подвеска здесь очень энергоемкая, с таким, ну, просто ход самой подвески небольшой, поэтому складывается ощущение не зубодробильной доски, а такого классического спортивного немца. Там, где все-таки над этим работают, они просто там укорачивают, там, вход в подвески и ставят ужасно жесткие стойки и пружины. Здесь и арчаги нам помогают. Вот, но видите, дороги, конечно, ужас. Много ремонтов. И сейчас мы вот именно должны подъехать к той трассе, о которой я говорил, как бы некая, ну, пародия на Нюх-Дурдык, по конфигурации. То есть здесь, там будут очень интересные, это загородная трасса практически пустая, там практически нет автомобилей. И на этой трассе будет, я просто когда сейчас буду ехать там в активном боевом режиме, я сейчас вам говорю, ну, чувствуете, да, как передается вся неровность. Но это ужасная дорога, на самом деле. Здесь на любом автомобиле было бы некомфортно ехать. И вот на той трассе сейчас, куда мы едем, там именно конфигурация такого Нюхтбург-Ринга, да. Там плавные повороты с перепадами высот, с не, там, не по 90 градусов, военно множество скоростных поворотов, для которых этот автомобиль просто создан, на мой взгляд. Поэтому я в приключении сам. Ой-ой-ой, кошмар, вот такие ямы, это ужас, но... И переводим в механическую, как бы, систему переключения передач у роботов и начинаем. Теперь предлагаю вам держаться покрепче. О-о-о-о, да! Какие переключения, это просто... Вы слышите эти? К сожалению, не могу выйти на идеальную траекторию. Замедляемся, подтыкаем передачу вниз. И на выходе уходим, ускоряемся выход. О-о-о, красавица, давай! Фу-о-о-о-о-о-о! Чуть взглядаются. Машину сам я подтормаживаю короткой, чтобы на выходе нам быть и в пушечном ускорении. Здесь перепад высот такой же, как на рынке перед одним из поворотов. Уже кого-то догоняем. Ну, молниеносные переключения. Это было, наверное, видно вам, да, что... Просто шикарно. Ух, меня уж... Руки спотели. Вот такая нижняя передача с характерным звуком. Чтобы на выходе опять быть в красной зоне практически. Ну, не в красной, а в боевой. Подторможимся. Переход. К сожалению, вот я не могу выйти на идеальную траекторию, потому что в некоторых поворотах нам надо будет переходить на встречку. А здесь мы не можем нарушить правила дорожного движения. Ну, и Суть В8 хороша, конечно, я сейчас не еду по полной программе, да? Но постоянная тяга есть. О том, что я говорил, вот это вот. Опять же, в этой ситуации я должен быть от с края отсюда заходить, чтобы туда проехать быстро. Опять же, сейчас по этому радиусу должен ходить. Ох, как оно выкручивает, да? Ускорение в вороте просто чудовищное. Тормоза нереально останавливают это траекторание. Просто нереально. Слепые повороты. Ах, какая трасса хорошая. Чуть уже нагрелись тормоза. Чуть уже есть. О, да. Это что-то вам, я скажу, ребята. Это что-то такого кайфа я никогда в жизни не испытывал от управления автоэлементом. Переходим в обычный комфорт. То есть мы переводим в комфорт. И звук как будто затекает. Чувствуется, да? Машина сразу в обычном режиме едет. Фууууууууууу. Это было круто, я могу сказать На камере это не казалось впечатляющим Но я сейчас так Почувствовал себя Таким Гонщиком У меня вот эти вот руки устали Вот эти мышцы рук От перегрузок немножко устали Это было круто, я могу сказать, конечно Итак, у нас уже, ладно Просыпается автомобилист на дороге Сейчас вот опять начнется оживленное движение Ну видите, здесь даже на 15-х Достаточно быстро проходят повороты Дело не в том, дело в том, что Вот сейчас у меня даже Какая-то такая Есть легкая Легкая дрожь в руках Был адреналиновый всплеск Могу сказать, что не каждый автомобиль Может доставить удовольствие от вождения Именно и доставить такие эмоции Вот, которые я сейчас прочувствовал Часть эмоций, я думаю, вы тоже поняли, да? Так как, в принципе, здесь И высококрутильный V-образный мотор Что недостаток, я уже об этом говорил, почему, да? И идеальная управляемость Идеальные тормоза Быстрый робот Да, вы можете собрать турбокорч Который там Не будет, и этот молочный мотор Не будет работать в балансе Например, с той же самой коробкой И трансмиссией, да? Все-таки именно заводской тюнинг Такой профессиональный, как у этой немецкой тройки Особенно у RS-модели Он не произойден пока на данный момент Ну, в этом ценовом сегменте Есть, конечно, M5, RS6 Есть и у нас AMG-шки, да? Более старшие Но в этом сегменте Машина еще сама по себе легкая И поразительно управляется Даже на некоторых моментах Видели, что там был момент Когда я проезжал в поворот Машина даже немножко рыскала Там, где, например, тот же задний привод Уже бы сорвался за нос Там квадровая система Ну, когда там под 160 ходишь в поворот Она бы ее сдержала Поэтому ощущение непередаваемое Да, это как Ну, это естественно Это не нужно делать этого Если у вас нет подготовки Да, потому что У меня есть и разряд по автоспорту И вы можете все это сделать так же Ну, например, на меньших скоростях проехаться Да Но такой кайф Его надо обязательно почувствовать И RS4 Ну, дает Вот даже она сейчас как Если вы слышите Тишина Она так отстывает Она Что у нее какие-то там звуки происходят Да Тормоза Колодки немножко отходят Двигатель что-то пощелкивает Она тоже немножко Как бы тоже сейчас успокаивается И вот этот вот кайф От управления спортивным автомобилем Именно не в условиях города Не в условиях Светохворных гонок Вот этих вот Да С шашками А именно вот на такой Сейчас, кстати, опять раз успокоюсь Именно вот на такой трассе Там, где никого нет Движения минимум Птички поют Как-то вдохновляешься На вот эти вещи Не Это безопасно, да Понимаете Поэтому Что можно сказать про этот автомобиль Идеально крутильный мотор Идеально крутильный, да В принципе Его можно сравнить с М3 Причем М3 на дросселях Идеально быстрый робот Ну Плохого сказать про этот автомобиль Ну, естественно Единственное, что можно отметить Да, что Действительно Это низкий профиль Который Для наших дорог Не совсем идеально подходит Потому что Есть кочки Есть Там Ну Выбоины, да Потому что Не дай бог там грыжу схватить Они стоят очень дорого Но Атма В8 Быстрый робот Экватор здесь Очень хорошо сработала То есть У нее Классическая же У нас Я говорил О том, что Недостаточное Поворачиваем Здесь машина Винчивается Как влетая Поэтому 5 баллов Из 5 5 баллов Тут без вариантов Машина действительно Получилась Очень скомпонованная Очень В какой-то Мере мягкая В какой-то Мере агрессивная То есть Все зависит от вас От вас Как от водителя От того, что вы хотите И все ваши желания Все ваши Какие-то потребности Возможности Этот автомобиль Исполнит Спасибо большое Вам за внимание Ставьте лайки Делайте репосты Подписывайтесь Скоро мы Немножко Конечно Опять Смешаем Череду дорогих Автомобилей Дешевыми Ну почему Я дешевые не тестирую Потому что Все дешевые Я протестирую Это Лада Гранд Логан Разные модели То есть Были Киа Рива Солярис Вот Поэтому Скоро Пара дешевых Автомобилей Будет И будет Рубрика БУ А так же Мы строим Турбо Корч До свидания Спасибо вам большое За внимание До встречи Продолжение следует...